Василий Владимирович, прошлого матча наша команда выигрывала с крупным счетом, и даже выигранные матчи у тренеров, как правило, оставляют вопросы, не до конца их оставляют удовлетворенными. Я прав? Абсолютно. Мы сегодня просматривали игру, и там достаточно ошибок, где нам нужно поправляться и улучшать свою игру в обороне. Да, по атаке нет вопросов. Хороший выход из оборонного атаку, быстрой атаки, много ударов. Тем не менее, четыре забили, могли больше забивать, поэтому есть претензии к завершению. В течение недели работали на завершение, поэтому от тура к туру идем, стараемся улучшать свою игру и в обороне, и в атаке. Как команда готовилась к будущему матчу? Все ли футболисты готовы принять в нем участие? Да, сегодня лазарет пустой, все ребята в строю, есть вопросы по игровому ритму, по практике игровой, поэтому мы там трех человек оставляем, чтобы ребята поиграли. А так, в общем-то, обоймы уже готовы, и 20 человек едут на сбор, за исключением Мелихова, на предыгровую. Да, да. Поэтому все в нормальном состоянии, готовимся к Мордовии, Мордовия непростой соперник, вообще в ФНЛ непростые все соперники, поэтому играем от соперника, но тем не менее не забываем про собственную игру. Как правило, не только функциональное состояние футболистов, функциональное состояние команды определяет, в принципе, ее готовность к матчу. Каково ее эмоциональное состояние? Какая атмосфера сейчас в поликвии? Ну, понятно, что игра с претендентом на выход много эмоциональных сил затратили, и результат такой эмоциональный, поэтому дали ребятам отдохнуть, и, в общем-то, в планном режиме, в недельном цикле, в полном недельном цикле работаем, дали нагрузку. Вчера игровые задания делали, игровая подготовка была, сегодня так дали чуть-чуть эмоциям расслабиться, поэтому... Ну, была дилемма, не совсем довольна по стандартам, но решили, что все-таки больше сегодня эмоций, чем стандартное положение, поэтому сегодня так спланировали. Вы наверняка обратили внимание на то, что интересы стороны Томских болельщиков к домашним матчам там и возрос, но я хочу обратить Ваше внимание на то, что и к выездным матчам, в том числе, на телетрансляции, вот этот вот интерес возрос. Насколько это, как бы, вот, ну, прибавляет сил футболистам эмоциональных? Конечно, заводит, я же помню, у нас болельщиков полный стадион был, поэтому мне все это знакомо, и я рад, что наши болельщики возвращаются. Новое поколение, да, появляется болельщиков, поэтому... И ребятам говорю, что Томский футбольный город, драйв и кураж всегда нужно, и играть нужно для болельщиков, поэтому... Здорово! Естественно, рады, рады, мы же для них играем, и интерес в интернете, что люди трансляции смотрят, тоже дополняет какой-то, так, эмоции на выезде, поэтому я думаю, что стадион там топ-уровень... 20 тысяч не испугаемся? Ну, посмотрим, я думаю, что здесь нет ребят, которые из первого класса вышли, они все прошли, все знают, поэтому... Думаю, что не испугаются, и видели большие стадионы, и большие игры видели, поэтому... Готовимся так, в максимальной концентрации. Не хотим опускаться ниже, хорошо, что вот есть такое желание, чуть-чуть приостановились, уже так-то как-то... Василий Владимирович, возвращаясь к предстоящему матчу в Саранске, чего стоит опасаться, чем Мордовия? Какие проблемы может эта команда достать? Калифицированная команда, с хорошей группой атаки, достаточно много забивает, такая крепкая команда, она, в общем-то, с лучом по результату отыграла, там, борьбу навязала, в общем-то, ничего не дали делать к лучу на выезде. Ну, атака, в общем-то, квалифицированная достаточно, люди играли и в премьер-лиге, поэтому непростая игра будет, готовимся с полной серьезностью и выкладкой. После последнего тура, после крупной победы, Томи вернулась на первое место, вот этот момент, он как отражается на игроках, не тяготит ли лидерство? Нет, я так думаю, что мы так чуть-чуть приостановились в первых турах, так неожиданно, да, выскочили вверх, но как бы сейчас так ребята, когда уже спустились, какое-то чувство неудовлетворения есть, поэтому после этой игры, я думаю, что приятно смотреть, доказать на верху, когда кто-то задет, кто-то идет. Поэтому я думаю, что сегодня первая строчка, тут, думаю, таблица у нас не тормозит и не давит, думаю, что мы должны играть от своей игры, как мы можем играть, не лидировать, ограничивать действия соперника, да, и от своей игры играть в атаке, поэтому, думаю, мы должны остаться на своем уровне по игре. Ну и последний у меня вопрос, также касаемо вот этого первого места, на котором команда сейчас находится, по соперникам чувствуется ли какой-то особый настрой на том, как на лидера чемпионата? Даже по Хабаровску, они же нас передавили так, что мы подшрафнули, хорошо, что мы стали убираться в быстрой атаке, и во второй тайм, они даже еще более весомые преимущества имели на мяче, там, я бы не так, если не буду врать, там, 62 на 38, да, владение мячом. Но мы были острее, мы были активнее, мы больше били поворотом, это, мы создаем моменты. Достаточно много объема поворотом, поэтому отсюда и забитые мячи. А так, естественно, любой соперник, когда ты вверху таблицы, есть удвоенная какая-то энергия, концентрация и настроены лидеры. Все еще помнят нашу историю, мы же не так давно вылетели из премьер-лиги, поэтому сейчас относятся с полной серьезностью. Если первые туры так недооценили нас по составу, по игре, что, я думаю, сегодня через четверть тура, сколько мы отыграли, 25% до игр. 25% игр отыграли, я думаю, что уже пора включаться по полной программе, поэтому здесь уже случайностей не бывает. И мы ждем тяжелой игры. Спасибо.